С начала года украинская гривна потеряла в цене практически 38 процентов. Что делает Центробанк для урегулирования ситуации, обсуждаем с аналитиком Андреем Шевчишиным. Как рыночные и нерыночные факторы влияли на гривну, поскольку мы видим, что с начала этого года она девальвировала еще на 38 процентов, учитывая то, что в прошлом году было падение на 97 процентов? Развивается кризис в экономике, есть большущие проблемы, это кризис недоверия, недоверия к власти, кризис недоверия к бизнесу, к банковской системе, и это рентранстируется в том числе недоверие к гривну. Однако это фактор социальный и эмоциональный, но также есть исключительно экономические аспекты, именно падение экономики, резкое сокращение притока выручки в страну, падение бизнеса. Все понимают, что на Донбассе находится значительная часть экспорта ориентированной промышленности. Мы понимаем, что закрылись экспортные направления в СНГ, в Россию, причины абсолютно очевидны. И тот блок, приток валюты, который формировался до сих пор, резко истощился, в то время как спрос продолжает накапливаться и он существует. Соответственно, у нас формировался перекос предложений и спроса, нехватка валюты притока, в то время как спрос высокий и продолжается отток. Мы имеем ситуацию, когда сейчас все предприятия, которые получают выручку в валюте, они обязаны эту валюту отдавать фактически Центробанку. Потом они опять-таки каким-то образом должны ее купить для того, чтобы закупать технологии и перепродавать опять в Европу, к примеру. Это помогает удержать более или менее стабильный курс? И это ли не позволило не упасть гривней еще ниже в этом году уже? Механизмы, которые предложил Нацбанк, изначально было сказано о том, что мы отходим от политики фиксированного курса, однако политика, которую занял Центробанк в конце февраля, себя оправдала на сегодняшний день. Это купирование паники, это купирование кризиса вот этого недоверия, хотя бы выстраивание системы стабилизации курса. Да, действительно, экспортеры обязаны продавать выручку. Некоторые находят определенные лазейки, они придерживают эту валюту. Тем не менее, ограничение покупки валюты на кредитные средства, ограничение по регулированию ликвидности рынка ограничивает спрос, вот этот навес ликвидности, который мог бы выплеснуться на рынок и пойти на покупку валюты. А то, что население не может фактически, не имеет доступа к валюте, как это влияет на нее? На самом деле, население имеет доступ к валюты через серые либо черные рынки, поэтому этот рынок тоже, он саморегулируемый и он не мог не возникнуть в связи с административным регулированием официального белого рынка. То есть спрос, он должен был выплеснуться и он нашел свое отражение именно на черном рынке, который сейчас НБУ будет активно пытаться перекрыть этот канал. Мы видим, что сейчас разница между курсом НБУ, скажем так, или межбанковским курсом и курсом черном рынке, минимально. Я бы сказал, что это очень позитивный фактор и это говорит об снижении возможности арбитражных операций между двумя рынками, они всегда оставались, то есть купить на межбанке и продать на черном рынке и получить на этом выгоду. Тем не менее, вот это схлопывание наличного и без наличного рынка, это позитивный фактор для рынка, поскольку в определенный момент все равно произойдет открытие этих границ и рынки должны восстановить статус-кво, они должны стать чем-то единым, мы будем отходить от черного рынка. Попытка создать этот статус-кво, установить его, произошла фактически в начале этого года, когда Национальный банк резко поднимал сначала, наоборот опускал стоимость национальной валюты, а потом постепенно опускал, пошагово, скажем так. Почему не удалось удержать? Это на мой взгляд, тем не менее, есть и опять социальные аспекты, это опасения, есть аспекты намеренного раскачивания курса гривны некоторыми недобросовестными, скажем, участниками. И есть разогрев рынка сам по себе, когда один импульс начинает захватывать все больше участников и подключается к этому процессу. Но украинский рынок на тот момент все-таки еще не готов к плавающему курсу. На сегодняшний день формируется определенное впечатление, что стоимость украинской гривны, она как-то оторвалась от международного валютного рынка, поскольку если цена между евро и долларом меняется, то на гривну это как-то особо не влияет. То же самое мы видим, грубо говоря, с ценами на нефть. Когда нефть у нас упала, цены на бензин не поменялись, ну или даже выросли наоборот. В чем здесь связь? Почему так происходит и что на это влияет? На самом деле, если мы будем оценивать уровень падения гривны в 2014 году, мы будем говорить о величине падения в 2015 году, мы можем сказать, что это самое масштабное снижение валюты относительно, ну, большинства всех практически мировых валют. То есть гривна перешагнула тот барьер, когда она уже будет реагировать дополнительными колебаниями на вот эти отклонения даже в один или полтора процента. На самом деле эти колебания идут на украинском рынке. Они происходят в последнее время в устоявшемся диапазоне. Это от 20,5-21 гривна до 23,5. И в этом диапазоне продолжают двигаться. Есть обязательства, согласованные параметры курса с нашими кредиторами. И Нацбанк, и, соответственно, правительство будут пытаться придерживаться имена этого курса, с учетом того, что гривна и так значительно уже девальвировала. Ведь это не свободный курс. Нет, это не свободный курс. Мы говорим о том, что это административно курс, управляемый административными методами и находящийся в диапазоне. Ну, скажем так, это не свободный плавающий курс на сегодняшний момент. В текущих условиях такой вариант управления гривной, насколько он оправдан? Как я уже сказал в начале, если мы говорим о части кризиса доверия, излечиться от кризиса доверия можно только стабилизацией ситуации и выполнение взятых на себя обязательств. То есть необходимо, чтобы участники рынка уверовали в будущее. Это необходимо не только для населения, которое почувствует какую-то почву под ногами, это необходимо юридическим лицам, то есть компаниям для того, чтобы планировать свое будущее и не откладывать запасы для того, чтобы как-то выкрутиться в будущем. Это необходимо импортерам, это необходимо экспортерам для того, чтобы планировать и осуществлять нормальную деятельность, не скрывая те же свои, не придерживая своей выручки. Таким образом, та политика, которая сейчас проводится, на данный момент она себя оправдывает. Нам необходимо достичь уровня стабильности. Хотя бы в маленьком аспекте, хотя влияние на украинскую экономику данного эффекта достаточно небольшое. Почему действия Национального банка Украины не работают на стабилизацию национальной валюты? Мы сегодня обсуждали с аналитиком Андреем Шевчишиным. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулевава, специально для Dukascopy TV из Киева.